МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 12 августа в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых российский мореплаватель Витус Беринг и немецкий путешественник Иоганн Георг Гмелин, английский поэт Роберт Саути и немецкий астроном, один из открывателей планеты Нептун, Гейнрих Луи Дарре. Российская писательница, основатель теософического общества Елена Блаватская. И испанский драматург, нобелевский лауреат Хасинто Бенавент. Австрийский физик Эрвин Шрёдингер. Наследник российского трона Цесаревич Алексей Николаевич. И советский режиссер, кинодраматург Александр Столпер. Сегодня 12 августа. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1323 году, после 30 лет войны между Новгородом и Швецией, был заключен Ореховский мир. А в 1479 в Москве освящен Успенский собор. В 1572 году при Молодях закончилось многодневное сражение, остановившее крымско-турецкую агрессию против русского государства. А в 1676 закончилась первая война между американскими колонистами и индейцами. В 1865 году английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту или фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга. А в 1949 в Женеве были подписаны Международные конвенции о защите жертв войны. В 1953 году в СССР на Семипалатинском полигоне прошли испытания первой водородной бомбы. А в 1962 состоялся старт космического корабля «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту. Сегодня 12 августа в эфире программы «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 12 августа 1572 года произошло решающее сражение при Молодях, в котором русские войска разгромили войска крымских татар и турок. В местечке, расположенном между современным Подольском и Чеховым, более 400 лет назад решалась судьба России. Сейчас это трудно себе представить, но в 16 веке подмосковная Ака была суровым российским пограничьем. В период правления крымского хана Девлет-Гирея, борьба России со степными набегами достигала апогея. В 1572 году Девлет-Гирей потребовал у царя Ивана Грозного отдать ему Казань и Астрахань. Летом 1572 года, желая подкрепить свои требования силой, он двинулся на российскую столицу во главе огромной армии, численностью около 120 тысяч человек. В походе участвовало основное боеспособное население ханства. Никогда еще Крым и Турция не выставляли против России столь грозного войска. Момент для нападения был выбран удачно. Русское государство находилось в критической изоляции и вело борьбу сразу с тремя сильными соседями – Швецией, Речью Посполитой и Крымским ханством. Единственной силой, прикрывавшей опустевшую столицу с юга, по линии Аки была 60-тысячная армия во главе с князем Михаилом Воротынским. На помощь ему пришла тысяча донских казаков с атаманом Мишкой Черкашениным. Также в армии Воротынского находился 7-тысячный отряд немецких наемников. У Серпухова Воротынский оборудовал главную позицию, укрепив ее Гуляйгородом, подвижной крепостью и стелек, на которые ставились деревянные щиты с прорезями для стрельбы. Несмотря на мучительную жажду и голод, защитники Гуляйгорода сохраняли высокий боевой дух. За их спиной находилась отчизна, родные дома и семьи, которым в случае победы хана грозили гибель, неволя или разорение. Помни об этом, русские сражались с неослабевающим мужеством. Они уничтожили многих врагов и рук татарских бесчисленно обсекли. В начале августа правитель Крыма решил покончить с Гуляйгородом и бросил против него основные силы. Наступила кульминация битвы. Ожидая победы, хан не считался с потерями. Дождавшись, пока все силы ханов тянутся в отчаянный бой за Гуляйгород, Михаил Воротынский незаметно провел свой большой полк в Палащине. Обойдя атакующих с фланга, он неожиданно ударил им в тыл. Одновременно из-за телег после дружного залпа сделали вылазку защитники Гуляйгорода во главе с князем Хворостяниным. Воины Девлет-Гирея, оказавшись под ударами с двух сторон, не выдержали и побежали. Их потери были огромные. Погибли ближайшие родственники Девлет-Гирея, его сын, внук и зять. Его войска понесли огромные, а главное, невосполнимые потери, поскольку в походе участвовало основное боеспособное население Крыма. В районе Молоди полег весь цвет крымской конницы и значительная часть мужчин крымского ханства. После столь жестокого удара хан уже не мог больше предпринимать крупных нашествий против российской столицы. Сражение при Молоди стало поворотным событием в русско-крымском противостоянии. Это была последняя крупнейшая битва Руси со степью. Она остановила крымско-турецкую агрессию против русского государства и разрушила геополитические планы Турции и Крыма по возврату Поволжья в сферу своего влияния. 12 августа 1759 года произошло самое крупное сражение в ходе Семилетней войны 1756-63 годов. Это была эпоха правления Елизаветы Петровны. Русско-австрийские войска под командованием генерал-аншефа Петра Салтыкова под Кунерсдорфом, ныне Куновице в Западной Польше, наголову разбили прусскую армию короля, считавшегося непобедимым, Фридриха II. Семилетняя война – крупный военный конфликт 18 века, в котором приняли участие все европейские сверхдержавы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы. Основное противостояние в Европе происходило между Австрией и Пруссией из-за Силезии, потерянной Австрией в предыдущих Силезских войнах. Россия в этой войне выступила на стороне Австрии, так как усиление Пруссии воспринималось как реальная угроза ее западным границам и интересам в Прибалтике и на севере Европы. Сражение при Кунерсдорфе считается самым крупным боевым действом Семилетней войны. Русская армия и действовавшие совместно с ней австрийцы насчитывали около 60 тысяч человек и 248 орудий. Силы Пруссаков составляли 48 тысяч человек и 200 орудий. Надо сказать, что в Семилетнюю войну Прусская наемная армия считалась наиболее совершенной из западноевропейских армий. Салтыков расположил войска юго-восточнее Франкфурта линейным боевым порядком на трех господствующих высотах, отделенных друг от друга оврагами и болотистой низиной. Эта позиция, защищенная рядом траншеи батареями, стоявшими на вершинах холмов, была достаточно сильной и выгодной для обороны, и в то же время неудобной для атаки со стороны врага. План генерала-аншефа Салтыкова, возглавившего союзные войска, заключался в том, чтобы заставить прусскую армию наступать на хорошо укрепленный и расположенный на пересеченной местности левый фланг союзных войск, измотать в боях его силы и затем, прочно удерживая центр и правый фланг, перейти в общее наступление. 12 августа 1759 года в 9 часов утра прусская артиллерия открыла огонь по левому флангу. Через час ей ответила российская артиллерия. Около 12 часов дня прусские войска превосходящими силами атаковали левый фланг российской армии. Завязался ожесточенный бой. Салтыков все время стягивал к центру дополнительные силы главного резерва и часть войск правого фланга. Наконец, Фридрих II ввел в сражение главные силы своей конницы, считавшиеся лучшей в Западной Европе, но она была отброшена с большими потерями. Видя, что резервы Фридриха II исчерпаны, Салтыков отдал приказ об общем наступлении, которое обратило обессиленного противника в паническое бегство. Продолжавшееся около 7 часов сражение закончилось сокрушительным разгромом прусской армии. При Икунерсдорфе Фридрих II потерял практически всю свою армию. Пруссия находилась на грани катастрофы. От окончательного поражения Пруссию спасло лишь так называемое чудо Бранденбургского дома, когда после внезапной смерти Елизаветы Петровны, вступивший на престол ее племянник Петр III Гольштейн Готербский, почитатель военного таланта Фридриха II, разорвал союзный договор с Австрией и заключил сепаратный мир с Пруссией. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!